ну вот фундаментально черных дыр нет вот их вообще нет это один момент вот то что вы видите это все фотошопы фантазии рисунки и так далее так прочее кроме того их технически не может быть и ну скажем черная дража это у нас сопровождаемое искривлением пространства объект объект на котором ломается пространство образом вот это технически невозможно и массивное образование ну может быть оно может быть достаточно темным но тут смысл в другом его черных дыр нет по физическим основаниям в каком смысле вот у того откуда вообще эти черные дыры берутся вот один один из откуда вот черная драй берется в плане физики сидит физик недоучка такая несмышленая у которого в голове нет реальной силовой физической картины мира а есть фантастическая построена там на большом взрыве на минусе в законе всемирного тяготения вот вот и он пытается собрать вселенную и вот она у него не сходится ему не хватает то темных энергий то темных материй 8 не хватает обеспечивающих вот эту вот воображаемую модель сил вселенских ну мне подобная ситуация знакома я когда я скажу классе 6 наверно был мне посадили дома решать уравнение я так как понятия толком не имел как эта штука решается я посмотрел в учебнике в конце а потом вот грубо говоря подгоняя под данный ответ я уже начал манипулировать теми циклами которые имел перемножая и используют их 10 раз я расписываю например ну наверно строчек 10 который решался тремя строчками все посмеялись конечно хорошо но я думаю нечто подобное получается грубо говоря подгонка ну вот грубо говоря вот у людей не сходится силовая картина вселенной до галактика допустим не сходится не хватает нас чтобы ее удерживать на силах инерции она же там вращается там висит в общем ковре галактика какие-то перемещения осуществляет и вот не хватает у товарищей сил чтобы это обеспечить физику процесса да и вот она сидит такое ученая и думаю это хорошо было в центр галактики поместить большую массу и ведь нет то блин черную дыру мы в середину галактики поместим да а вокруг галактики посыпем там темных материй темных энергий везде посыпем туда это будет более-менее похоже да на самом деле никаких физических оснований для вот силовых нет если взаимодействие во вселенной рассматривать вот в рамках классической механики но без этого волшебного минуса формуле здесь это все на приталкивание то никакие вот эти фантастические бредовые темные энергии уже не нужны темные материи недостающие аборионное вещество это все не нужно черные дыры не нужны вся вселенная и так находится в равновесии то есть вот физических оснований для черных дыр нет это галлюцинации а не наблюдается ничего вот есть галлюцинации и скажем ну вот тысяча товарищей что-то наблюдает допустим 79 процентов наблюдают адекватно и всегда есть отклонение вправо и влево одному то померещилось другому то померещилось где-то какие-то на приборах косички которые можно выдать за желаемый результат погрешности какие-то так вот вот эти вот фантазеры они цепляются за первую попавшуюся возможность и дальше представляют картинки фотошопе это вот один из политиков свое время сказал что если бы была установка что земля квадратная с орбиты бы приносили предпривозили фотоснимки квадратной земли вот это вот вот реальность нету черных дыр нет оснований и нет никаких достоверных материалов фото материалов вообще данных наблюдений есть галлюцинации которые пытаются притянуть за уши к этим черным дырам это даже не сознательно делается это по инерции вот представьте вот вы собрали в одной большой избе сотню мужиков и вот они не занимаются никаким делом в логическом понимании в логичном понимании этого смысла вот ничего не делают ничего не делать ничего не делают если бы они работали в рамках научного метода да по формулам по законам логики и так далее у них бы получался связанный научный продукт а если вы от законов логики отказались то у вас уже нет логических связей перетекания плавного из одного в другое чтобы у вас предыдущий пункт опирался на достоверную информацию тогда вы уже сидите в этой избе и начинаете ерундой страдать вы уже начинаете выискивать ну логичным образом вы не можете ничего сделать среди 100 человек есть там три процента каких-то фриков которые готовы увидеть что угодно где угодно и вот общая масса молчит а вот эти вот три начинают галдеть и среди этой общей массы там 30 процентов балбесов они начинают обращать на это внимание ну постепенно формируется общественное мнение у нас вот глобально вот все на чем держится представление обывателя о мире оно держится на том чего нет вселенная зародилась в результате большого взрыва это бред она не зарождалась дальше что там кротовые норы темные энергии темные материи что там еще там вот длиннючий список вот этой вот бредятин и искривление пространства ну полностью вот одни сплошные бредятины которые хорошо напечатаны оформлены за которые отдаются премии за которые публикуются в научных журналах и бредом становится выгодно заниматься вот ты побредил главное чтобы твой бред попадал в эту общую струю если ты качественно бредишь струю то ты можешь сознательно бредить и тебе будут материальные блага на тебя спускаться ну да потому что опять если кто-то допустим сейчас решит резко поменять там в этих научных кругах скажем так а теория скажет это бред у нас должно быть вот так вот так много работы игру мы сразу развалится в которой они писали и постепенно и с академиков ну грубо говоря в не очень переводит и постепенно вот эта вот толпа становится не вступуемая в плане осмысленного контакта с ним невозможно уже вступить в контакт разумным образом потому что про что бы ты не начал говорить у него на каждый ответ в голове какая-то вот висит дохлая тушка бобра да этого не может быть потому что был большой взрыв этого не может быть потому что пространство искривлено потому что кротовые норы вот все чего не коснись он везде из мозга достает вот как какое-то чучело да и озвучивает его и и и и и